Своей зарплатой недовольно подавляющее большинство россиян, а именно 86%. Привет, меня зовут Настя Ханинь и сегодня мы поговорим о различных способах заработка. Перед тем, как мы начнем, убедитесь, что вы подписаны на наш канал и включили уведомления. Давайте выясним, какие есть варианты заработка. Если вы думаете, что быстрого и легкого способа заработать деньги не существует, то вы отчасти ошибаетесь. Интернет дает нам в настоящее время больше способов зарабатывать, чем когда-либо ранее. Кажется, что почти каждый день создается новое приложение, сервис или веб-сайт с единственной целью – помочь людям зарабатывать или экономить больше денег простыми способами. Мы собрали 101 вариант заработка, о которых вы можете прочесть в статье нашего блога «Оддек самостоятельно». Многие из них мы попробовали лично. Оценив все описанные нами факторы, вы можете выбрать наиболее подходящий именно вам способ заработка, учитывая ваши навыки и возможности. Давайте перейдем к списку некоторых видов заработка. Платные опросы. Онлайн-опросы – это один из несложных способов заработать небольшие деньги. Сотни и тысячи людей получают доход, просто принимая участие в опросах. Обычно сайты опросов предлагают заработать от 10 центов до нескольких долларов за один опрос. Это может показаться довольно нудным занятием, но если ежедневно в свободное время вы будете проходить несколько опросов, вам удастся заработать дополнительные деньги. Вот некоторые из преимуществ заработка на сайтах опросов. Нет обязательных рабочих часов. Вы можете принимать участие в опросе, когда захотите. Нет необходимости поездок на работу. А также эта работа проста и не отнимает много времени. Внимательно изучите информацию о том, сколько времени займет каждый опрос и сколько вам заплатят, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций в свое время. Регистрируйтесь на многих опросниках, чтобы суммарно вам приходило как можно больше приглашений на прохождение опросов. Заработок в интернете в этом случае зависит только от того, сколько времени вы готовы уделить опросам. Лучшие русскоязычные сервисы опросов для заработка в интернете – это iSay, LivePoints, SurveyHabber, Anketka и YouSync. Ознакомиться со всеми лучшими сервисами онлайн-опросов вы можете, кликнув на ссылку в описании. В нем вы найдете более 28 опросников со всего мира. Следующий способ заработка – это инвестирование в криптовалюты или стейкинг USDT, аналог доллара США. В последнее время все большую популярность набирает торговля криптовалютами, используя криптовалютные биржи. Некоторым людям удается зарабатывать деньги таким образом. Криптовалюты более волатильны, чем обычные валюты, поэтому при торговле можно получить как высокую прибыль, так и убыток. Попробуйте торговлю различными монетами, если вы в них разбираетесь. Если же вы не разбираетесь в трейдинге и монетах, вы можете положить свои деньги в долларах под процент на биржу. USDT – это аналог доллара США. Один USDT равен одному доллару, и его можно положить на время в стейкинг, что является аналогом депозита. На разных биржах цифры отличаются. Мы рассмотрим пример стейкинга на одной из лучших бирж – ОКЕКС. Цифра доходности может меняться. Ни один банк вам не даст такой процент за депозит в долларах США. Следующий способ заработка – это стать инфлюенсером. Если вы раскрутите свой Инстаграм-аккаунт до 5-10 тысяч активных подписчиков, вы сможете монетизировать его. Многие бренды ищут инфлюенсеров в Инстаграм в своей нише, чтобы размещать рекламу продуктов. В этом случае вы можете зарабатывать 1000 рублей за один пост. Также можно зарабатывать деньги, добавляя партнерские ссылки в свои публикации и сторис. Чтобы появилась ссылка в сторис, должно быть более 10 тысяч подписчиков. Однако сохранить доверие ваших подписчиков важнее, поэтому не переусердствуйте с рекламой. Также для заработка можно продавать шаблоны электронных писем и визуальное руководство. Шаблоны электронных писем и руководство пользуются большим спросом, поскольку они являются неотъемлемой частью маркетинга. Почему бы не сделать собственные и не продавать их? Создайте блог или веб-сайт с контентом по определенной тематике для привлечения аудитории. Далее сделайте серию электронных писем или медиакомплект, который будете продавать. Получите высокий рейтинг в Google или Яндекс по правильным ключевым словам, связанным с тематикой вашего продукта. Если все получилось, вы будете иметь продажи. Это нелегкая задача, но данный вид бизнеса очень перспективен. Пример продажи наших продуктов смотрите в нашем блоге. Зарабатывать также можно на продаже электронных книг. Написание книги является классическим примером того, как заработать деньги в интернете. Сервис GAMROAD является платформой продажи электронных товаров. Вы сами загружаете товары, создаете обложку, описание и выставляете стоимость. Все просто. Приложение берет комиссию с продажи и делает выплату на Paypal. Как заработать деньги, продавая электронные книги. Нужно стать экспертом в выбранной тематике, а также желательно иметь лояльную аудиторию, которая вас знает и ей нравится то, что вы делаете. Примером является наша книга-путеводитель по Сейшелевским островам. Она содержит много полезного контента и хорошо продается. Также зарабатывать можно на продаже фотографий. Ценность фотографий в современном обществе находится на рекордно высоком уровне. Будь то свадьба, беременность или любой другой праздник, многие люди хотят запечатлеть их. Если у вас есть оборудование и навыки для оказания этой услуги, вы можете заявить о себе, как и в внештатном фотографе. Когда вы только начинаете работать, клиенты будут ожидать, что вы предложите свою работу за небольшие деньги. Особенно, если вы знаете их лично. Поэтому будьте готовы отстаивать свои позиции. Вы также можете получить дополнительный доход от продажи стоковых фотографий на таких сайтах, как Deposit Photos или Shutterstock. Если вы фотограф или любитель, скорее всего, вы уже размещали свои фотографии в соцсетях. Анализируйте, какие фотографии получают большее взаимодействие с аудиторией, размещайте именно эти фотографии в различных фотостоках и позже делайте упор на стиль и тематику фото, которые покупают. Следующий способ заработка – это партнерский маркетинг. Если вы популярны в социальных сетях или у вас есть блог или веб-сайт, вы можете начать зарабатывать деньги, продвигая в интернете всевозможные компании, продукты и услуги. Чтобы найти то, что, по вашему мнению, будет интересно вашим подписчикам, зарегистрируйтесь в партнерских программах и ознакомьтесь с предоставленными товарами и услугами. Далее возьмите свою партнерскую ссылку и поделитесь ею с вашей аудиторией. Если кто-то купит товар или услугу, обычно в течение 90 дней, по вашей ссылке вы получите комиссию. Зарабатывать также можно на монтаже видео и видеосъемке. Видео становится все более популярной формой маркетинга и рекламы, и многие компании создают свои собственные каналы на YouTube. Любой, кто умеет профессионально редактировать видео, может заработать на продаже этой услуги. К популярному программному обеспечению относятся, например, Adobe Premiere Pro. iMovie бесплатен и доступен для пользователей Mac. Мы пользуемся именно им, он прост и понятен. Если у вас также есть профессиональное съемочное оборудование, которым вы хорошо умеете пользоваться, вы можете зарабатывать еще больше денег, став видеооператором и предложив полный пакет для создания видео. Заработок денег в YouTube YouTube позволяет создателям роликов стать партнерами и получать доход от рекламы своих видео, если они набирают большое количество просмотров. Видеоконтент становится все более конкурентоспособным направлением. Тем не менее, если вы увлечены созданием видео и постоянным выпуском высококачественного контента, алгоритм в конечном итоге сработает в вашу пользу. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на доход от рекламы, вы можете создать учетную запись патрон, чтобы пополнять свой доход до тех пор, пока у вас не появится большое количество подписчиков. Существует два способа заработать на своем YouTube-канале. Монетизировать свой канал и направить своих зрителей на собственный веб-сайт, на котором, в свою очередь, будет настроена воронка продажи ваших продуктов. И последний способ заработка, о котором мы сегодня поговорим, это продажа NFT. В последнее время стала очень популярна покупка цифрового искусства. Другими словами, люди покупают картинки, видео, аудио и так далее, становясь владельцами цифрового искусства. Как и в обычных картинах, нарисовать картину не проблема. Проблема сделать так, чтобы ее захотели купить. Опять возвращаемся к маркетингу. Недавно мы выставили несколько коллажей из Инстаграма с нашей кошкой Симбой на всемирно известном ресурсе OpenSea. Дополнительный заработок денег может помочь вам уйти с основной работы, чтобы вы могли стать предпринимателем на полный рабочий день. Если вы будете упорно работать и придерживаться своего плана в работе, вас ждет успех. Какой вид заработка вам попробовать, в первую очередь, решать только вам. Мы в любом случае желаем вам удачи, терпения и упорства. Надеемся, что данная информация о заработке была полезна для вас. С более подробной информацией о 101 способе заработать вы можете ознакомиться на сайте отдыхсамостоятельно.ру, кликнув на ссылку в описании. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok